Здравствуйте, это программа «Город Тесс» и я Елена Чернявская. Госуслуги – удобный портал, где каждый гражданин Российской Федерации может удаленно подавать заявление в госорганы, записываться на прием. Госуслуги – универсальный государственный портал, через который можно проводить различные действия без посещения ведомств. Вот его запуск значительно упростил жизнь россиянам, избавив их от бюрократических проволочек. Вот если вы желаете записаться в ГИБДД, это также можно сделать через госпортал. Тема нашей программы – предоставление государственных услуг РЭО ГИБДД ОМВД России по городу Самаре. Вот как получить эти услуги в электронном виде удобнее и быстрее? Вот на эти другие вопросы ответит мой сегодняшний гость в студии Михаил Олегович Туманов, начальник отделения регистрации РЭО ГИБДД ОМВД России по городу Самаре. Майор полиции. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну что ж, давайте немножечко побеседуем о вашем ведомстве. Скажите, пожалуйста, вот какие услуги вы предоставляете населению? Ну, если мы сейчас говорим о классическом варианте, если граждане приходят непосредственно к вам? Ну, в настоящее время наше подразделение предоставляет гражданам два вида государственных услуг. Это регистрация автомод-транспортных средств и проведение экзаменов, выдача водительских удостоверений. Ну, немножко остановлюсь на том подразделении, которое я представляю. Это РЭО ГИБДД Управления МВД России по городу Самаре. Находимся мы территориально по адресу город Самара, улица Республиканская, 106. Это где осуществляется и проводятся регистрационные действия. Проведение экзаменов и выдача водительских удостоверений у нас осуществляется в здании по адресу улицы Алматинской, 29Б. Давайте поговорим все-таки, наверное, о графике, по которому вы принимаете граждан. Я понимаю, что всю информацию можно посмотреть и на сайте, и в интернете, но вот, тем не менее, по вопросам регистрации транспортных средств и выдачи водительских удостоверений. Ну вот, если это необходимо сейчас гражданам получить эту услугу, о чем нужно знать и помнить обязательно, Михаил Олегович? Ну, во-первых, надо понимать, что в случае приобретения вами транспортного средства нового, либо нового собственника, либо в случае необходимости замены каких-либо регистрационных данных автомобиля, замены цвета и так далее, необходимо помнить, что в соответствии с требованиями постановления правительства и федерального закона, все регистрационные действия должны быть проведены в течение 10 суток. То есть в течение 10 суток после приобретения автомобиля, возьмем ситуацию с новым автомобилем, собственник должен оформить договор гражданской ответственности. В необходимых случаях, если это предусмотрено, пройти государственный технический осмотр и уже обратиться к нам для постановки или изменения регистрационных данных нового автомобиля. В случае с водительским удостоверением тоже необходимо каждому владельцу удостоверения помнить о том, что срок этого документа ограничен, он указан на самом водительском удостоверении, и заблаговременно необходимо озаботиться о проведении медицинского осмотра и обращении в РЭО для замены водительского удостоверения. Обращаю внимание, что с просроченным водительским удостоверением управлять трассным средством категорически нельзя. Нельзя. Но это если нужно заменить водительское удостоверение. А если в случае утери, что нужно поднимать? В случае утери, порчи, либо замены каких-то персональных данных. Также можно обратиться по адресу Алматинская, 29-Б. Для этого необходим минимальный набор документов. Только документы, удостоверяющие личность, паспорт. Ну и заблаговременно оплачена государственная пошлина за выдачу нового бланка водительского удостоверения. Ну вот все-таки скажите мне, пожалуйста, честно, откровенно. Непосредственно нужно посещать ваше ведомство лично, либо все-таки есть сервисы госуслуг, а я не дармо анонсировала в начале программы, что сейчас это очень удобный вид получения услуг. Все-таки какие виды и какие услуги можно получить через портал Единый госуслуг? Ну, начнем мы с регистрации трассных средств. Это, как я уже и говорил, изменение регистрационных данных, изменение сведений о собственнике трассного средства, постановка на учет нового автомобиля. Все данные регистрационные действия могут быть сделаны на основании предварительных заявок, которые владельцы трассных средств и являющиеся зарегистрированы пользователями официального сайта государственной услуги, то есть через личный кабинет могут выбрать удобный день и время посещения нашего подразделения. Одним из таких значительных бонусов является возможность оплатить государственную почту с 30-процентной скидкой. Ну, и уже собрав необходимый перечень документов, либо завершив административные процедуры, обратиться к нам уже в выбранное время. Скажите, пожалуйста, вот все-таки вы работаете в вашем ведомстве давно. Но изменилось ли отношение граждан, я имею в виду в плане посещаемости, больше пользуются услугами через интернет, либо все-таки по старинке приходят к вам и стоят в очередях? Ну, могу сказать, что за время моей служебной деятельности в районе города Самары ситуация в плане очередей кардинально изменилась. Если раньше прием осуществлялся, но я работаю в РЭО в Самаре с 2013 года, если на тот период действовала только так называемая живая очередь, которая регулировалась электронной очередью, и, соответственно, граждане вынуждены были стоять в живой очереди, буквально друг за другом, то в настоящее время у нас 70% заявителей обращаются на основании предварительных заявок. Естественно, что отрадно, очередей, как правило, в нашем подразделении мы уже не наблюдаем, потому что граждане уже приходят к выбранному времени, соответственно, мы видим то количество заявителей, которые необходимо принять в течение дня, и конкретно по временным промежуткам распределяемые сотрудников по приемным окнам, в случае необходимости добавляем, либо убавляем. Но таким образом, чтобы время ожидания в очереди у граждан составляло минимально возможный срок, короткий срок. Руководствуетесь наверняка известной пословицей «время – деньги». Абсолютно верно. Кстати, да, а изменилось ли в связи с введением электронных сервисов качество предоставляемых услуг? Качество предоставляемых государственных услуг в электронном виде, могу сказать, что оценивается гражданами не только при личном обращении сотрудниками госавтоинспекции, сотрудниками РЭО, но во всех случаях обращение пользователей через портал государственной услуги, им приходит соответствующее уведомление с предложением оценить качество предоставленных услуг. Граждане охотно идут на это, да? Оценивают вашу работу? И могу сказать, что за первый квартал этого года удовлетворенность граждан, предоставленные нами государственные услуги, составила 98%. Это достаточно хороший показатель, если брать из-за 100 баллов. Но вот тем не менее, кто еще оценивает качество вашей работы? Про граждан я уже поняла, они могут как и похвалить, и поругать. Но вот кто еще контролирует вашу деятельность? Ну, во-первых, наши контрольные надзорные органы, вышестоящие организации, это как управление госавтоинспекцией. И здесь надо понимать, что тот мониторинг, который позволяет сейчас осуществлять информационные системы, делает нашу деятельность очень прозрачной. У нас в обязательном порядке по каждому регистрационному подразделению ведется паспорт, так называемый паспорт подразделения, в котором указывается оснащенность, количество предоставленных государственных услуг, среднее время оказания услуг. Если в каком-то из подразделений, например, допущено превышение 15-минутного периода ожидания, сразу загорается красный индикатор, свидетельствующий, что в том или иным подразделении допущено нарушение регламентных сроков ожидания. Поэтому помимо оценки граждан нашей деятельности и качества предоставления услуг, за нами осуществляется и в том числе и ведомственный контроль, и на федеральном уровне, и на уровне субъекта России, нашего субъекта. То есть все это в совокупности является основанием для выставления оценки тем или иным подразделений. — Михаил Олегович, расскажите, пожалуйста, как можно вообще получить какую-либо любую информацию о работе вашего ведомства, о времени и месте приема? Ну, то есть, может быть, есть какие-то телефоны, либо есть какие-то сейчас от вас практические советы, где быстро и, самое главное, достоверно узнать информацию о работе вашего ведомства? — Думаю, сейчас у нас 99 пользователей являются пользователями интернета. Самый простой и быстрый способ получения информации о деятельности нашего подразделения, я думаю, посредством портала гибдд.ру. — Ну, то есть я имею в виду, достоверная ли информация размещается, потому что очень много фейковых сайтов и так далее. Я вот сама буквально недавно столкнулась с этой проблемой, зашла на официальный сайт одного учреждения, написано, что открыто. Мы приезжаем, место не работает. Все-таки где лучше проверять достоверность изложенной информации? На официальном сайте? — На официальном сайте гибдд.ру. То есть ошибка здесь исключена, и сайты-дубликаты, как правило, они сразу могут быть распознаны как сайты, содержащие недостоверную информацию. — Ну что же, о предоставлении госуслуг мы с вами поговорили. Спасибо. Мы сейчас обязательно перейдем к теме другой, уже более адресных вопросов от вас, уважаемые телезрители. Ну а пока посмотрим сюжет. Мой коллега Максим Магомедов провел несколько часов, побывал на рейде вежливый водитель. Вежливый водитель, внимательный водитель. Давайте посмотрим этот сюжет. Маталья Анатольевна, молодцы, пропустили пешеходы. Сейчас на территории города Самара проходят трехлажечные мероприятия, вежливый водитель. Машу пропустили пешехода, вам вручается небольшой подарочек от НИБДД. Все это отражатели. Молодцы, это также дать правила дорожного движения. Наталья Камынина рассказывает, за рулем автомобиля больше 20 лет, но правила нарушала только в начале водительской практики. За все годы в отношении нее было составлено всего три протокола. Последнее время с инспекторами на дороге не встречается. Говорит, повода для общения нет. Я вижу, что человек подходит к зебре, я сразу останавливаюсь. Ну вот он прям подошел, начинает, и я сразу останавливаюсь. Еще я все время притормаживаю, смотрю, идет пешеход или нет, если не видно за машинами. Ну это по правилам, что же на них поедет, что ли? Я всегда пропускаю, и меня пропускают тоже на пешеходном и так. Во время проведения акции сотрудники госавтоинспекции поощряют дисциплинированных водителей. А тем, кто не соблюдает правила дорожного движения, выписывают штраф за непредоставление преимущества в движении пешеходу в соответствии со статьей 12.18 Кодекса об административных правонарушениях. Предусмотрен штраф в размере от полутора до двух с половиной тысяч рублей. Ежемесячно сотрудники госавтоинспекции проводят профилактическое мероприятие «Вечливый водитель» с целью профилактики ДТП с участием пешеходов на нерегулируемых пешеходных переходах. В ходе мероприятия сотрудники следят за соблюдением водителями правил дорожного движения при проезде на нерегулируемых пешеходных переходах. Сотрудники ГИБДД напоминают водителям, что автомобиль – источник повышенной опасности. Нарушения, которые они совершают, могут привести к необратимым последствиям. С начала года на нерегулируемых пешеходных переходах произошло 16 ДТП. В них пострадали 17 человек. Давайте продолжим наш разговор. Хотелось бы поговорить о часто задаваемых вопросах. Каким образом можно получить скидку за оплату государственных пошлин? Какое в настоящее время составляет размер государственной пошлины? И планируется ли увеличение либо уменьшение суммы платежей? Вопрос актуальный. Сегодня в наше непростое время. Вопрос денег. В соответствии с налоговым законодательством, стоимость государственной пошлины у нас фиксированы. В настоящее время она составляет за выдачу водительского удостоверения на пластиковой основе, так называемой, 2000 рублей. Обращаю внимание, что в случае подачи заявки для получения водительского удостоверения с использованием портала государственной услуги, стоимость государственных пошлин составит 1300 рублей. То есть 30% скидка. Какой-либо информации о повышении стоимости государственной пошлины в настоящее время мы не располагаем. Но данный вопрос, как следует из мониторинга ведомственных ресурсов, пока не рассматривается. Не рассматривается. Что касается государственной пошлины за регистрационные действия, максимальный размер государственной пошлины по линии регистрационной действий составляет 2000 рублей. Это за выдачу регистрационных знаков. Соответственно, также через воспользоваться порталом официальной услуги владельцы трассных средств имеют возможность сэкономить за счет предоставления 30% скидки. Вот буквально на днях в средствах массовой информации увидела такую новость о продлении сроков действия водительских удостоверений. Так ли это? Все верно. В соответствии с постановлением правительства Российской Федерации номер 626 у нас предлено срок действий водительских удостоверений, срок действий которых истек с 1 января 2022 года и истекает 31 декабря 2023 года. То есть, соответственно, владельцы данных водительских удостоверений могут не обращаться для их обмена, а продолжать управлять именно на основании этих водительских удостоверений. Михаил Олегович, а вот какая ответственность предусмотрена за нарушение правил регистрации транспортного средства? Здесь же ведь есть тоже какие-то правила. Расскажите о них, пожалуйста. Все верно. В отношении граждан, не исполнивших требований законодательства о сроках постановки на регистрационный учет вновь приобретенных трассных средств, предусмотрены административные штрафы от полутора до двух тысяч. И вот тоже актуальный вопрос. Часто так бывает, что человек продал машину, а ему идут штрафы, а тот, кто купил, просто каждые 10 дней переписывает договор. Вот как быть здесь? Дайте, пожалуйста, совет. И как доказать, что ты уже давно не владелец данной техники? Ну, во-первых, настоятельно рекомендуем владельцам трассных средств, продавших его, срочно обратиться в РЭО, ну, не срочно, а на 11-й день после заключения сделки по отчуждению автомобиля, в РЭО для снятия его с регистрационного учета с себя. Сделать это можно, в том числе и без личного обращения в РЭО, посредством размещения заявки на снятие с учета, на прекращение регистрации учета автомобиля, в связи его с продажей, выбрав соответствующую услугу, это прекращение регистрации автомобиля. В этом случае необходимо к подаваемой заявке приобщить скан-копию договора купли-продажи, либо скан-копию, либо фотографию. В этом случае поданная заявка в течение суток будет рассмотрена сотрудниками РЭО, и регистрация трассных средств будет прекращена. В последующем, в случае совершения каких-либо нарушений на данном трассном средстве виновным и к административной ответственности будет привлечен в новый собственник. А где подать можно эту заявку, на каком портале? И действительно можно быть спокойным после нее, что никаких действий, действий правонарушений в отношении бывшего хозяина не может быть возбуждено? Ну, во-первых, подача заявки осуществляется также, как через официальный сайт государственной услуги. Да. Соответственно, алгоритм, он несколько отличается от подачи заявки на регистрацию. Ну, разобраться самостоятельно можно. Да, очень просто, доступно, и сложностей, как правило, не возникает. Это я, как бы, говорю на основании той информации, которая нам поступает от владельцев, которые звонят по телефону для консультирования, каким образом подать заявку. Ну, как правило, после телефонных консультаций все прекрасно получается. Далее, как я и говорил, повторюсь, прекращение регистрации осуществляется на 11-й день после заключения сделки. Все, вот на 12-й и все последующие дни к прежнему собственнику автомобиля каких-либо претензий быть не может. Вопросов не может, не будет. Хорошо, я не могу с вами поговорить еще и на тему вождения молодых водителей, а именно аварии, ДТП. Скажите, сколько в последнее время произошло ДТП с участием молодых водителей? И скажите мне, пожалуйста, вообще, насколько остро в последнее время стоит вопрос с вождением автомобилей, вот именно категории молодых водителей? Анализируя результаты аварийности первого квартала текущего года, стоит отметить, что у нас зарегистрировано было 7 ДТП. Это по вине молодых водителей. Которые получали водительское удостоверение в Рео Самары. Отрадно отметить, что, слава богу, никто в этих ДТП не погиб, а пострадали 7 человек. По количеству пострадавших мы также отмечаем снижение, что отрадно. То есть, но, несмотря на все эти показатели, уровень аварийности мы считаем тоже все равно очень высоким, потому что положительные тенденции в части снижения количества ДТП мы пока не наблюдаем. Напоминаю, что молодым водителем у нас является водитель, стаж управления у которого составляет менее двух лет. То есть, если водитель данной категории в течение двух лет управления транспортным средством допускает какое-то ДТП, он попадает в наш отчет и нами уже организуется профилактическая работа в учебном заведении, которое он заканчивал. То есть, выезжаем на занятия, материалы, как правило, ДТП, мы в обязательном порядке доводимся до руководителей учебных заведений, чтобы они уже в рамках своих занятий акцентировали внимание на изучение именно тех пунктов и требований правил дорожного движения, нарушение которым и явилось причиной ДТП. — Но это вся профилактическая работа, которую вы проводите, чтобы снизить количество последствий от ДТП именно с молодыми водителями, либо какая-то работа профилактическая, рейды в том числе ведутся непосредственно на дорогах Самары, ну вот, к примеру, остановили молодого водителя, ну, может быть, какая-то беседа, работа с ними проводится, либо организовано как-то вот это все происходит? — Сотрудники ДПС, полка ДПС у нас регулярно нацеливается на контроль при дорожном движении, на выявление начинающих водителей. — В какой части? То есть, если выявляется нарушение правил дорожного движения и в ходе проверки документов сотрудниками ДПС видят, что это категория так называемого молодого водителя, то дополнительно проверяется наличие на трассном средстве опознавательного знака начинающего водителя. Далее, если совершено какое-либо грубое нарушение, однозначно составляется административный материал. Ну и в последующем информация направляется в том числе и в РЭО, что выпускником определенной организации совершены грубые нарушения правил дорожного движения, чтобы мы в последующем уже организовывали адресную профилактическую работу. — А за какие сейчас нарушения ПДД лишаются прав, вот если мы сейчас все-таки говорим о категории водителя, я сейчас не буду иметь в виду алкогольное опьянение, а вот какие грубые нарушения влекут за собой лишение водительских прав? — Ну это, во-первых, оставление места ДТП, выезд на полустречного движения, превышение скорости, начину более 60 км в час. Вот те самые нарушения, которые подразумевают лишение прав управления. — А на какой срок? — От 6 месяцев до 1 года. — До 1 года. Вот все-таки продолжая тема молодых водителей, скажите, пожалуйста, вот о чем не нужно забывать, и что в первую очередь держать нужно в голове именно молодым водителям, когда они впервые садятся за руль, ну и в последующем начинают свою, так сказать, карьеру автолюбителя. — Конечно, погодные условия, время года, это все ясно, но вот все-таки о чем нужно помнить в первую очередь, потому что я недаром задаю вопрос, я когда еще начинала водить автомобиль, да, более 15 лет назад, мне инспектор говорил, ты все время смотри, почему-то он мне говорил, что я все время смотрела по зеркалам, право-лево-назад, вот я это вот, я лично до сих пор это помню. Какие бы советы дали вы? — Ну, я, наверное, дам банальный совет, но он как бы многолетним анализом аварийной, что ли, вот количеством тех пострадавших, погибших в ДТП подтвержден истинно. То есть всегда критично относиться к себе как к водителю, считать себя как бы худшим водителем, если возможно, по сравнению с другими участниками дорожного движения, с тем, чтобы более внимательно, более тщательно соблюдать все правила дорожного движения. Потому что, как показывает практика, все ДТП происходят из-за переоценки своих возможностей. То есть не обладая достаточным опытом в управлении у нас, допускают и превышение скорости, когда человек с опытом, например, знает, что при высокой скорости движения тормозной путь увеличивается. То есть это такие прописные истины, которые необходимо знать и всегда понимать. Но вот с молодыми водителями зачастую происходит, к сожалению, такая переоценка собственных возможностей. Поэтому как можно более критично к себе относиться, хотя бы в первый год-два управления трассовыми средствами. Молодые водители, да, но еще и опытные водители. Мы очень часто видим на дороге так называемых лихачей, да, и вроде ты смотришь. Но ведь не молодой уже человек и, видимо, опытный. Поэтому переоценивать свои возможности должен, наверное, каждый водитель, вне зависимости от пола, мужчины или женщины. И, конечно же, быть всегда внимательным. И, опять же, вспоминая своего наставника, думать за себя и за того парня. Абсолютно верно. Спасибо вам большое. Спасибо всем тем, кто был сегодня с нами. Я надеюсь, что те ценные советы, которые дал сегодня мой гость, обязательно вам пригодятся. Спасибо. Всего хорошего. Будьте здоровы. Ну и к теме программы. Будьте внимательны за рулем. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова